Папа Римский теперь не только благословляет верующих, но и код на Пайтон в рамках инициативы Код Виспо. Может быть следующим шагом будет святая вода для отладки программ? А я благословляю вас подписаться на наш канал. Я Александр Антипов. Переходим к самым святотехнологическим новостям за неделю. Ночь без интернета. Китай вводит комендантский час в киберпространстве. Коммунистический режим в очередной раз ужесточает контроль над своими гражданами, на этот раз вводя новые правила кибербезопасности для несовершеннолетних. Премьер Ли Цзян представил правила, якобы направленные на защиту 191 миллиона детей в интернете. На самом деле, конечно, это очередной шаг к тотальной цензуре и слежке. Интернет-компании и школы теперь обязаны внедрять средства контроля и цензуры контента для детей. Мало того, что власти собираются вести комендантский час в интернете, запрещая детям выходить в сеть с 22 часов до 6 утра. Все это еще якобы для борьбы с интернет-зависимостью и вредоносным контентом. На самом деле, режим просто хочет полностью контролировать умы подрастающего поколения. Вместо свободного интернета детям будут навязывать пропаганду и социалистические ценности. Страшно представить, как это скажется на развитии китайских детей. Компании, нарушающие правила, будут штрафовать на миллионы юаней. Так Китай продолжает превращаться в дистопию из-за антиутопического романа. Что же остается надеяться, что хоть кто-то из китайцев проснется и начнет сопротивляться этой цифровой диктатуре? Не дайте зомбировать себя и своих детей, друзья. Как Torbrowser прошел проверку на прочность? Результаты аудита безопасности. Очередной аудит безопасности Torbrowser принес смешанные новости. С одной стороны, было найдено несколько серьезных дыр, которые могли поставить под удар анонимность пользователей. К примеру, злоумышленники могли подсунуть вредоносные серверы или перехватить трафик. Плохо, конечно. Но с другой стороны, разработчики не только залатали эти дыры, но и усилили защиту. Теперь, например, все проверяется по цифровым подписям. Так что Torbrowser еще надежнее защищает вашу анонимность, друзья. В общем, несмотря на находки, паниковать не стоит. Команда Torр держит руку на пульсе и оперативно чинит любые проблемы. А нам остается лишь благодарить этих ребят за их нелегкий труд и регулярно обновлять браузер до актуальных версий. Вместе мы сделаем интернет чуточку свободнее. Ваш смартфон продает вас, как роуминг раскрывает местоположение абонента. Оказывается, ваш мобильный телефон, кроме как для разговоров и сообщений, может использоваться и для слежки за вами. И не просто локальный, а глобальный. По данным исследований от Citizen Lab, устаревшие технологии, которые позволяют нам спокойно общаться за границей, могут открыть ваше местоположение не только вашему оператору, но и всем, кто хочет эту информацию узнать. Система роуминга, которая обеспечивает нам связь при переезде, имеет уязвимость. И этой уязвимостью пользуются спецслужбы, частные разведки и даже государственные структуры. Самое интересное, что главной мишенью такой слежки стали африканские телекоммуникационные компании. И друзья, это не только проблема Китая и их технологий. Исследование показало слежку из многих стран, включая Индию, Швецию и Италию. Видимо, вопросы безопасности в глобальной телекоммуникации остаются актуальными. В общем, советую вам быть на чеку и ограничивать использование мобильника в поездках, если не хотите, что за вами следили. Хотя, конечно, это вряд ли поможет. Раз уж технологии прослушки встроены на системном уровне. Так что держите ухо востро и запасайтесь фольгой для изготовления шапочек. А я пока пойду поищу какой-нибудь старый допотопный телефон без всяких наворотов. На всякий случай. Канадские депутаты стали жертвами китайской дезинформационной компании Spamuflash. Тревожные новости пришли из Канады. Китай развязал против нее масштабную дезинформационную войну в интернете. Используются сети ботов, фейковые аккаунты и даже технологии дипфейков для дискредитации канадских политиков. Цель Поднебесной – подорвать доверие к властям Канады и подавить критику свой адрес. Боты заспамили аккаунты десятков депутатов, включая премьер-министра Трюдо. Канада уже не первая мишень китайской пропаганды. Ранее пострадали США, Тайвань, Австралия, Британия и Япония. Масштабы этой кампании просто шокируют. Китай, естественно, все отрицает, но факты говорят сами за себя. Подобная пропаганда – серьезный вызов для всех стран. Нам нужно проявлять бдительность и не давать себя дурачить. И, конечно, развивать технологии для выявления фейков. Иначе правда окажется похоронена потонами лжи. Будьте бдительны, друзья. Роскомнадзор заблокировал 167 VPN-сервисов и тысячи других ресурсов. Россия в очередной раз усиливает свой цифровой щит в борьбе с угрозами из мира виртуального. Стало известно, что Роскомнадзор заблокировал или ограничивал доступ к 167 VPN-сервисам, более 200 почтовым сервисам. И это лишь верхушка айсберга. Общее число блокировок шокирует. 590 тысяч информационных ресурсов, 2 тысячи фишинговых сайтов, 84 приложения и 20 центров распространения вредоносного ПО. Теперь вне доступа. С другой стороны, около 17,5 тысяч IP-адресов были внесены в белый список, что, видимо, указывает на некую гибкость системы. Эти меры – часть большого плана по созданию суверенного рунета под эгидой централизованного управления сетью связи общего пользования. Это как бы крепость Роскомнадзора в борьбе с цифровыми угрозами. И хотя руководство Роскомнадзора утверждает, что проблемы с VPN у компаний решаются оперативно, вопрос остается. Насколько эти меры затрагивают обычных пользователей бизнес? Как это отразится на цифровой свободе и безопасности в России? Закон и порядок в российских классах – телефон под запретом. Еще одна гениальная инициатива от российских законотворцев. Хотят запретить школьникам пользоваться телефонами на уроках без разрешения учителя. Мол, так повысится качество образования и уважение к педагогам. Ха-ха, ну да, конечно. Опять придумали очередной запрет, вместо того, чтобы решать реальные проблемы в школах. Дед отвлекается на телефоны. Почему бы просто не сделать уроки более интересными и вовлекающими? Чтобы детям действительно было не до гаджетов. А уважение к учителям – да, это важно. Но оно должно приходить не из страха наказания, а из доверия и авторитета педагога. К сожалению, наши чиновники, как всегда, выбирают самый примитивный путь – запретить и наказать. В общем, очередной законопроект оторван от реальности. Вряд ли он что-то улучшит в наших школах. Лучше бы подумали, как сделать образование действительно качественным и интересным для детей. А то скоро дети вообще в школу ходить и расхотят о таких педагогических методах. Когда Венерар становится кибероружием, чиновники в центре цифровой бурью. Sunfort Technologies выявила атаки с использованием Венерар. Хакеры умудрились использовать вязвимость Венерар, ловя своих жертв при помощи писем про геополитику России и Белоруссии. И это не просто письмо от недавно найденного миллионера-дяти, а письмо от лица, выдающего себя за госслужащего. В зловре отключает себя бэкдор Атена – инструмент из арсенала ЦРУ. Хакеры замахнулись на крупных игроков, оборонку, научные центры, финансовую структуру. И знаете, что самое интересное? Это, скорее всего, дело рук профессиональной АПТ-группы, а не одиночных кибербандитов. Настоящий киберблокбастер в реальной жизни. Так что советую срочно проверить, какой у вас минерар стоит. Если старая версия – обновляйте. Или вообще на другой архиватор переходите. От подозрительных писем по работе я бы вообще держался подальше. Чуете запашок? Сразу в корзину это дело. Не дайте хакерам залезть к вам в систему. Юра Трупер. Казахстанская группировка хакеров наносит удар по государственным структурам СНГ. Киберпространство озабочено новой угрозой под именем Юра Трупер, группой хакеров, вероятно, из Казахстана, если верить анализу от сыска Талос. У них на уме не просто взлом, а целая кампания целевого фишинга, направленная к государственной структуре СНГ. Что интересно, они не просто крадут данные, но и ведут игру в маскировку, заметая следы через VPN-узлы в Азербайджане. От момента их первого появления на радаре в марте 2023 года Юра Трупер прошли путь от использования обычного вредоносного ПО к созданию индивидуальных инструментов на Python, PowerShell, Golang и Rust. Их действия уже оставили отпечаток на государственных ведомствах Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, заставив исследователей бить тревогу по поводу усиливающейся киберугрозы в регионе. Так что будьте бдительны, друзья, особенно те, кто работает в госструктурах стран СНГ. Эти хакеры явно нацелились на вас. Айли Кейдж. Новая атака на Apple может привести к массовым утечкам данных. Ученые обнаружили серьезную язвимость Safari на устройствах Apple, которая позволяет похищать пароли, историю и другие конфиденциальные данные. Эта атака получила название Айли Кейдж. Она эксплуатирует особенности процессоров A и M в iPhone и Mac, используя JavaScript. Злоумышник может тайно открывать любые сайты и восстанавливать их содержимое. Так уже удалось украсить историю YouTube, почту Gmail и пароли из менеджера Safari. Атака обходит существующие меры защиты от атак на процессор. Чтобы атака сработала, жертва сначала должна зайти на вредоносный сайт. При одновременном входе туда и на другой сайт, хакер может начать красть данные со скоростью до 34 бит в секунду. Хотя реализовать атаку сложно, она может стать реальной угрозой. К счастью, Apple уже в курсе проблемы и пообещала исправить ее в ближайших обновлениях. Так что если у вас iPhone или Mac, будьте бдительны и регулярно устанавливайте апдейты. А еще лучше для входа в важные аккаунты используйте не Safari, а другие браузеры. Работа в Telegram в сотне украденных миллионов проходит через руки вьетнамских детей. Во Вьетнаме настоящий бум киберпреступности. За последние годы количество онлайн-мошенничества выросло на 64%, а страна вошла в топ-10 мировых горячих точек по киберпреступлениям. Оказывается, хакерам требуется всего час, чтобы создать вирус, получающий полный контроль над телефоном. Они используют для этого общедоступные инструменты и обмениваются советами в Telegram. Там же можно купить вредоносное ПО или услуги по фишингу всего за 300-500 баксов в месяц. Мошенники вербуют людей через Telegram в качестве денежных мулов. Те переводят украденные деньги через свои счета. За это подростков арестовывают как соучастников. Короче, во Вьетнаме настоящий кибербеспредел. Хакеры действуют нагло и безнаказанно. Хотя власти уже создали специальный департамент по борьбе с киберпреступностью, проводят разъяснительные кампании среди населения. Но пока ситуация выглядит довольно плачевно. Лейка представила камеру М11П для защиты авторских прав фотографов. Новость для настоящих ценителей фотоискусства. Культовая компания Лейка выпустила обновленную версию своей знаменитой камеры М11. Внешне все та же классика, но теперь эта крошка умеет ставить цифровую метку на снимке. Зачем это надо, спросите вы. А за тем, что теперь можно будет проверить подлинность любой фотографии. В метаданах будут храниться сведения об авторе, дате и месте съемки. Так что фейки разоблачать станет намного проще. Короче, Лейка сделала революцию в мире фото-журналистики. Теперь на их камеры можно будет положиться, как на настоящие свидетели исторических событий. Правда, все это удовольствие стоит приличных денег. Более 9000 баксов. Если вы всегда мечтали о том, чтобы ваша фотография была не только красивой, но и авторизованной, пора задуматься о М11П от Лейка. И помните, ваше творчество заслуживает подлинности. Цифровой дятел решит проблему галлюцинаций в ИИ-моделях. Ученые из Китая разработали интересный инструмент для исправления ошибок в мультимодальных ИИ-моделях. Он получил название «Вудпекер». Дело в том, что такие модели, которые работают и с текстом, и с изображениями, иногда генерируют несоответствие между ними, так называемые галлюцинации. Например, описывают картинку неправильно. Раньше для исправления приходилось переобучать модели, что требовало огромных ресурсов. А вот «Вудпекер» делает это быстрее и проще всего за 5 шагов. Во-первых, выделяет ключевые идеи в тексте. Затем формулирует вопросы на их основе. Проверяет соответствие текста и картинки. Переописывает изображение и, наконец, исправляет ошибки. Тесты показали, что точность одной из моделей выросла с 55% до 85% после применения «Вудпекера». Разработчики опубликовали код фреймворка в открытом доступе. Также предоставили интерактивную демо-версию, где можно увидеть, как система работает. Инструмент может стать настоящим прорывом в искусственном интеллекте. Помочь применять мультимодальные модели в разных сферах. Такие разработки внушают оптимизм в плане улучшения качества работы ИИ. Найтшейд против искусственного интеллекта. Началась эра цифровой борьбы за контент. Коллектив ученых из университета Чикаго ворвался в мир искусственного интеллекта с революционным инструментом под именем Найтшейд, который поставил под угрозу сам процесс обучения ИИ моделей. Этот хитроумный инструмент, который они упаковали в ядовитую капсулу, суть которой – изменять изображение таким образом, что они становятся, по сути, вирусом для искусственного интеллекта. На первый взгляд, это может показаться коварным ходом, но ученые ставят перед собой благородную цель – защитить труды визуальных художников и издателей от несанкционированного использования в процессе обучения искусственного интеллекта. В эпоху, когда данные часто крадутся прямо из интернета, создавая весьма мощные, но этически сомнительные ИИ модели, этот инструмент посылает ясные сообщения. С авторскими правами шутки плохи. С одной стороны, это может привести к гонке вооружений между ИИ и его противниками, но многие художники поддерживают идеи защиты авторских прав. В соцсетях уже идут дискуссии на эту тему. Лично я поддерживаю позицию автора в Найтшейд. Нельзя безнаказанно воровать чужой контент. А что думаете вы, друзья? Стоит ли ограничивать свободу исследователей и ради защиты художников? Давайте обсудим это в комментариях. Носки, которые слышат ваше беспокойство. Компания Милботикс разработала умные носки Smart Socks на основе искусственного интеллекта. Они предназначены для людей с деменцией и аутизмом и могут определять признаки их беспокойства. Носки уже успешно прошли испытания в домах престарелых в Англии. Пациенты отмечают их простоту в использовании. Носки. Продукт уже должен поступить в продажу в 2024 году. В Британии более 900 тысяч людей страдают деменцией. И эта цифра растет. Так что такие носки очень нужны для ухода за пожилыми людьми. Меня радует, что технологии, в частности искусственный интеллект, находят такое гуманное применение. Это дает надежду, что мир все же движется в правильном направлении. Берегите своих близких, друзья, и пусть технологии делают их жизни легче. Итак, Google отдает Apple миллиарды, чтобы оставаться по умолчанию. Не уверен, так ли это важно, когда все равно используют лад на Google. Вот это бизнес-модель, а сколько вы готовы заплатить, чтобы быть предпочтительным в чьем-то телефоне? Теперь роботы не только видят нас, но и слышат. Исследователи и Джорджия решили, что камера – это слишком скучно. И обучили роботов определять нашу локацию по звуку. Просто представьте, вы идете домой, и ваш робот-пылесос заявляет «Слышу, как ты подходишь». Живем в эпоху, когда тихо робот слышит, перестает быть шуткой. Американские шпионские спутники холодной войны, нацеленные на поиски советской угрозы, вместо этого раскопали секреты Римской империи. Оказывается, римляне были не только мастерами на поле битвы, но и умельцами в организации караванных тусовок. Хотите говорить наедине с миром, не боясь, что вас подслушивают? Приветствуем в виртуальной телефонной будке. Санни Аллен представляет тайные разговоры, как старые добрые времена, только в интернете. Google и Gmail – держитесь, DuckDuckGo и PortonMail на подходе, а Bird Calls уже здесь. 21 год, со дня появления термина «селфи», а ученые только начали разбираться, что именно вы хотели сказать, делая утренний снимок у зеркала. И, как оказалось, ваше селфи – это целое исследование с 26 категориями впечатлений. Селфи-революция – действие. На этом все. С вами был Александр Антипов, острый козырек информационной безопасности. Читайте наши новости, смотрите наши видео. Позитивной рабочей недели. Скоро увидимся. Мне так понравилось, когда я это писал. Я старался. Тебе не нравится? Дальше поспокойнее все будет. Хотя нет. Я в этот раз разошелся. У меня просто настроение было не очень, когда я писал. Что не так? Ну, я говорю, что думаю. Я правда так думаю. Я к тебе прислушаюсь в следующий раз. Чего смешного? Смешного что? Чего пристали? Спасибо.